У нас трагедия с профессиональными семьями. Прямо сейчас наше сообщество борется с профессиональными семьями. И я могу сказать, что прямо сейчас у нас в Госдуме создается коалиция депутатская, которые влезли в эту ситуацию и посмотрели последствия. Последствия чудовищные. Значит, очень по-быстрому расскажу, как вообще работает, как должна работать система. Первое. Давайте берем ситуацию, например, трагедии. Предположим, что-то произошло с родителями ребенка. Они попали в автокатастрофу, заболели, может быть какая-то беда случилась, может действительно спились в наркомании и так далее. В нормальном здоровом обществе ребенок должен оставаться у своих родителей, либо у своей общины. Вы знаете, да, где у нас в стране, в нашем регионе, где нету детдомов, где нету приемных детей? Чечня. И почти Дагестан. Чечня. Почему? Родителями что-то произошло. Ребенок остается у бабушек, дедушек, тетушек. Он в семье, внутри семьи. Это единственное экологически правильное решение. Второго решения не существует. Что происходит в России? Что произошло? Оно произошло, как во всем мире. У нас это произошло в очень брутальном ключе. А, дальше. Если по каким-то причинам родственники не найдены или еще что-то, тогда приемная семья всегда является, конечно, лучшим решением, чем детский дом. Это просто факт. Потому что детские дома, 99% выпускников, это, простите, все. Это абсолютно несоциализированные, изнасилованные, жестокие дети, которые будут, ну, это очень страшно, вопрос поднимается. Знаете как? Скорее исключить. Это не обязательно, что злые сотрудники детского дома будут их бить и насиливать. И это есть. И у нас прямо сейчас идут скандалы за скандалом. Следственный комитет находит целые очаги и педофилии, и всего на свете внутри детских домов. Но дети будут друг друга насиловать, избивать, мучить и пытать. Это все знают. Все сотрудники детских домов это знают и реагируют на это как на «не вижу, не слышу», «двери закрываются» и так далее. То есть, спасая ребенка от родителя, который пошлет по жопке, ты передаешь ребенка в детский дом, где его 100% изнасилуют и забьют из урода. Но никому об этом будет. Ну, никто его там не защитит. Это 100%. Что такое приемная семья? Дело в том, что приемную семью создают как класс. Там есть две категории людей. Одна категория трагичная. Я не знаю, как в Казахстане, но у нас чудовищный рост бесплодных пар. Бесплодных. Рост бесплодия в России растет страшно. Мы с вами можем долго и пофантазировать, почему вдруг. Но я думаю, все наши предположения будут верны. От до. Люди, когда встречаются вместе, они живут вместе. Семьи без ребенка не бывает. И в определенном возрасте люди хотят ребенка. Ребенка родить не могут. Они готовы усыновить. У нас очереди, чудовищные очереди из бесплодных пар на детей. Вопрос, а что же они в детских домах-то сидят? Ну, потому что детский дом тоже хочет кушать. Потому что подышевое финансирование, это вот 1600 детей на детский дом, это значит зарплата всем им. А они все чаще всего родственники. Директор детского дома мама, бухгалтер дочка, шофер зять и любимая бабушка, она еще там этим самым сторожем сидит. И вот это все, это реальные схемы. Прям зайдите в ваши детские дома и обалдетьте же там биографию. Это всегда, это везде так. Вот. Поэтому, когда у тебя 1600 деток должно пройти, а тебе 600 выдали, то наша семья кушать не будет, понимаете? На зарплату нам не хватит. Поэтому есть процент, который укомплектовывает детей. Вот тебе один сектор юринального бизнеса. Вот стоят очереди бесплодные пары, согласные на все. И не секрет, платят взятки. А у нас по имеющимся неподтвержденным слухам, ну скажем так, люди просто говорили, сколько платили и отказывались говорить, что отказывались давать показания, потому что платили. Вот у нас здоровые детки, а младенчики до года, здоровенькие, вот, ну, хорошие, до годика, стоят от одного миллиона до трех. Не-не, это не значит, что все опеченные женщины участвуют в этой схеме. Но всегда можно найти какую-нибудь Марью Ивановну, которая поможет. Ну, знаете, так, смотришь в регион. Вот здесь вот нет отобрания, а почему-то здесь все время отобрания. И все время у одной и той же тетеньки. Понимаете? Мы с этим столкнулись. Документы направили в Следственный комитет. Сейчас будет большое... Мы надеемся, что в течение года, наконец-то, соберутся все эти данные и проверят, существует ли такая корреляция. У нас в Олдской области, так, знаете, как интересно случилось. В Олдской области нам подсказала... Не нам, правоохранителям подсказала, мы в этом курсе были. Вот у нас три района есть. Три района. А, значит, вот здесь вот три семьи алкоголиков, вот здесь вот две семьи алкоголиков, они стоят на учете. Ну, вы поняли, да? В принципе, вот, ну, ну, правда алкоголики, правда неизвестно, что детям, ну, жить негде. Ну, официально, ну, нормальная работа опеки. Вот здесь три, здесь два, здесь пять, и вот Тарский район, двадцать семь. Абсолютно аналогичная у Олдской области. Ну, вы рядом живете, примерно понимаете. А вот там же аномалия такая. А ты смотришь, а все эти дети по другим регионам пошли. Понимаете? А чё? А ты залазишь, и вдруг эти дети начинают всплывать в семьях других регионов среди богатых, бесплодных людей. Второй момент. Ну, это ладно, трагедия бесплодных. Я могу их понять, я могу понять их боль, да, и так далее. Особенно. Понимаете, параллельно, что идет реклама, что родные семьи говно. А эти бесплодные люди убеждены, вот они жили, они зарабатывали, они вот все, свили гнездышко. Они открывают новости, а там семьи. Все алкаши. Все воспитывают детей неправильно. Все орут, все издеваются. Вот прелестные глазки ребенка, мать его перекорежена. Они убеждены, что они спасают ребенка. У них-то все есть, у них все вот, вот, вот. Пустая кроватка, а там рожа вот эта перекорежена. Да, но почему-то Бог не дал, да? Но почему Бог не дал? А потому что я родила сердцем, говорят они. Я сердцем родила. Бог дал мне этого ребенка, который вот у этой мерзкой. А мерзкая у кого? Как правило, у бедных. Как правило, у матери-одиночки. У нас статистика 95% это матери-одиночки. Да, работы нет. Тянешь ребенка одна. Как правило, образования нет. Как правило, женщина юридически глуповата. Будем откровенны, не умна. Нет, она, слушайте, я сейчас не, не то, что она не умна. Слушайте, ну разные люди бывают. У меня бабушка, 5 классов образования. Вы меня простите с точки зрения, если бы мы тут сели и поговорили, моя бабушка была бы, мягко говоря, я была бы звезда академика, она была бы простая деревенская баба. Я бы ее, извините, очень быстро мою собственную бабушку бы забила бы мозгом и интеллектом. Ну простите, пожалуйста, этот человек всю жизнь пахал, работал, обожал нас всех и так далее. И можно выставить фотографию меня, а вся такая сижу, можно выставить фотографию моей бабушки. И станет понятно, что у бабушки надо всех детей отобрать, а мне отдать. Мы же понимаем эту игру, ребят. Мы же понимаем, что можно этих фотографий этих бедных людей, которые, Паша, да, у меня есть маникюр, а у нее нет возможности делать маникюр. Это, понимаете, какая чудовищная, вот чудовищное, что у нас в головах, что мы считаем, что у бедных можно отобрать и передать богатым, которые рожают сердце. Но есть вторая категория людей. Будем откровенны, возврат детей из этих семей очень высокий. Очень высокий. Я об этом говорила с психологами, которые работают в приемными семьями. Почему? Потому что вот эти бесплодные пары забирают детей, они придумывают картинку, им показывают вот эту вот лапушку, которую отобрали, и что они родили сердце. А сталкиваются с чем? С ребенком, которого кровью отодрали от привычной мамы, которая творит, что попало. Она хочет домой к маме. Ее взяли, приволокли к какой-то паре, которая убеждена, что ее правильно воспитает. Вот меня сейчас от моего собственного мужа отволоки к какому-нибудь левому мужику и скажи, вот это теперь твой муж, он тебя сейчас там воспитывать будет, как считает нужным. Вот мне даже плохо станет, взрослому человеку. Или забери меня у моих родителей и передай каким-то пожилым другим бабулям, дедулем. А ребенок? Ребенка отобрали, отодрали, поместили. Да он вообще не знает, кто эти люди. Почему он должен быть им благодарен? А какие способны, как вы считаете, как это урегулировать, чтобы с одной стороны вот этого ужаса детских домов не было? Потому что я общалась, да, с выпускниками детских домов, они всю правду рассказали, как есть. Это волосы дыбом. Но с другой стороны, в профессиональных семьях тоже... Вот. И получается, дальше мы переходим. Когда у нас вот эта вот группа сдает бесплодных, они сталкиваются. Вот тогда начинаются профессиональные силы. Потому что есть определенная категория людей. Она есть. Она находится. Она потом, рано или поздно, начинает быть в сговоре с опекой. Более того, вы знаете, как ни странно, они лучше, чем детские дома. Это холодные люди, которые получают за это деньги. 8-10 детей. Можно не работать. Это к маме будут и к папе предъявлять требования трудоустроиться, родить. К ним не предъявлять таких требований. Они профессионально делают жизнь с детьми. Могу сказать, что у нас сейчас идут, опять-таки, в России скандалы, когда профессиональная мать. Это, знаете, как ужас был в чем. Она была председателем приемной организации. У нее детская ферма. Она просто вся во всех грамотах, во всех. Она убила своего приемного ребенка. Причем убила жестоко. Ну, взбесил он ее. Она его, оказалось, терзала. Полгода она прятала тело, а опека ее покрывала. А опека в курсе была? Ну, слушайте, на полгода ребеночка нету. Я так понимаю, что в курсе, но они пытались понять, что произошло. Потому что типа в розыск подали типа то пятое-десятое. Потом это вскрылось. И оказалось, что она очень жестоко. Ну, это не ее дети. Это вот все сердцем, а не еще там что-то. Это была профессиональная, извините, тварь. И чем это отличается от детского дома? Наша позиция следующая. Наша позиция, что при любых раскладах надо оставить с мамой и папой. Если есть проблема с алкоголем, давайте лечить алкоголь. Давайте, пожалуйста, вытягивать. А какие есть варианты, когда нужно изымать? Это жестокое обращение с ребенком, преступление по отношению к ребенку. Ну, это просто факт. Но, простите, этих людей миллиписячное количество. Не он ударил по жопке, не дал айфона. А когда, извините, сексуальное насилие, когда, ну, там, пытки, казни, ну, вот это все. Это, конечно, да. А есть еще третий вариант. Это когда родители сами отказываются от родительских прав. Это когда в детдоме, ну, это тоже понятно. Второй момент. До последнего стараемся сохранить семью. До последнего через алкоголь, через решение, ну, наоборот, через проблему лечения алкоголя. Через решение, ну, работу дать. Ну, в случае соцслужбы зайди. Ну, перепроверься, да, там такое бывает. В конце концов, хотите помогать семье, помогите мамочке, уставшей, замученной, привезти лекарства, продукты, в огороде помогите ей что-то скопать. Я вот психологи трендить-то обалдеть, как любят, а вот чужие огороды копать я ни разу не видела желающих. Понимаете? Может психологов поменять на мужиков, которые проводят учение? Вот я считаю, будет дешевле и полезнее. Правильно? Точно. Вот. Потому что психолог сколько там зарабатывает? Вот давайте-ка, вот лучше давайте, вот если сарям выделите деньги, пробежались по семьям, починили что-то там, это самое, муж на час. Я считаю, что помощь семьям будет актуальной. Второй круг, если не справились, если алкоголь, если там всякое бывает, ищем родственников. Вот прямо рейдами, тёплых котушек, бабушек, любых, оставьте ребёнка внутри своей среды, внутри своей культуры. Послушайте, чужие дети, они даже пахнут по-другому. Вот вы не поверите, дети вашего двоюродного, троюродного брата пахнут ближе к вашему запаху, чем к чужой ребёнку. Почему я сказала про запах? Знаете ли вы, что около 25% возвратов маленьких детей из-за запаха? Прикиньте. Не-не-не, я сейчас не ругаю, я не ругаю приёмных. Оказывается, то, как пахнут дети, оказывается, это сигнальная система. Мамы говорят, они берут вот прям ребёночка до трёх лет, казалось бы, ну вот, ну они же вкусненькие, маленькие. Она говорит, всё в порядке, а потом он пахнет так, мне, говорит, трясёт. И оказывается, у психологов приёмных есть вот эта тема. То есть, а дети нашего рода и приближены к нашему роду, оказывается, пахнут, как пахнет наша стая. Прикиньте, чтобы мог подумать. Поэтому, и знаете, как бывает, что вот там ребёнок, ну дети растут, они там в конфликте. Ну вот он всё-таки на дядю Серёжу похож. Ну похож, похож, есть, есть. И у нас будет сидеть вот это. А, орет так же, как тютира. Ой, копер тютира. Ха-ха-ха, да? Ну вы поняли, о чём я. Оказывается, это связи, которые способны нам, нас к ребёнку приучить и ребёнка адаптироваться. Что с твоими родителями случается? Ой, слушай, мама твоя, конечно, там, ну вот так произошло. Ну мы тебя любим, ты внутри семьи остался, и вообще ты похож на дядю Егора. Копия, а дядя Егор хорош. Вот вылитый дядя Егор. Дядя Егор классный, ты классный. Мы тебя любим, пятое-десятое. Ну мама ушла. Ну как мама ушла? Ну мама здесь, но ты с нами. Оказывается, это офигенский механизм защиты всех и всяких. И, ну если по каким-то, вот у нас в России, чем сейчас стали заниматься депутаты Госдумы внезапно? Они вдруг обнаружили, что нас даже никто не ищет родней. Никто не ищет родней. Мы в своё время очень сильно скандалили с аппаратом уполномоченных. У нас пришла новая уполномоченная Львова-Белова. Мы устроили массовые истерики, нам не нравилось, что она говорила. И аппарат Львова-Белова принял единственное правильное решение с нами познакомиться. Ну в плане, кто мы такие психи, да? Словно говоря. Надо сказать, я крайне довольна работой аппарата. Почему? Мы принесли определённые цифры. Аппарат сказал, мы проверим и проверим. Наше сотрудничество началось, когда наши цифры совпали с цифрами аппарата уполномоченных. И мы теперь неплохо сотрудничаем. Ну сотрудничаем, понятно, в меру определённых ограничений чиновничьих и ещё чего-то. Но вы знаете, я как бы пошёл, поговорил, показал, оказалось, работает. Ну так вот, они как бы пошли, сделали проверку по регионам, по детским домам. По приёмным сделали проверку. И оказалось, что у 60% детей были родственники. Причём, чтобы вы понимали, не четвиюродная бабушка в Караганде, а родная бабушка, родная тётя, братья, сёстры совершеннолетние. 60% детей. Оказалось, их никто не искал. Их никто не искал. Никому их не предлагал. Никто с ними не работал. Никто им не оказывал помощь. Все эти дети были переданы либо в детские дома, либо в приёмные семьи. Почему? Оказалось, что в приёмных семьях есть все справки. И они готовы к любой форме контроля. То есть, знаете как, там же такой сюжет. Ну случилась беда, нужно ребёнку передать. Ты должен искать родственник. Где ты начнёшь это писать запрос в МВД, делать опрос. Потом появится бабуля. Бабуля, как правило, женщина какая есть, такая и есть. Она, надо ей помочь набрать справки. Справки она пришла, взяла не ту, опоздал. Люди, это люди. У неё вообще шок у бабушки. У неё сейчас умер кто-то. У неё ребёнок. Ей пойти ещё справки собирать. Она там что-то потеряла. Как правило, тут трудоустроен, одним образом подрабатываешь другим. Ну вы поняли, короче. Там начинается жизнь. Там начинается жизнь. И ты, как дурак, должен ходить за этой бабушкой, помогать ей справки. А она ещё скажет, мелок, мелок. А у нас ещё, кстати, туалет надо починить будет. Ещё тут чини. Знаешь, как это надо? А тут пришла профессиональная семья. Она говорит, все справки есть. Вот они. Площадь соответствует. Вот она. А все школы приёмных родителей проводены. Вот она. И ты сидишь в чиновнике. Такой выбор. Вот там вот искать, гонять. Либо взять и передать этим. Передать этим. Более того, ты всегда можешь. Вот родная бабушка потом к тебе припрётся и будет с тобой дружить. Ой, не знаю. Вот помогите. Мой внучок. А у него проблемы. А с завещанием. А-ля-ля-ля. Он себя, как друга, начнёт воспринимать. И начнёт себя, как эта бабка закидывается в работу. А в приёмную семью. Понятно, Александра. Я представляю себя на месте чиновника. Я бы выбрала профессиональную семью однозначно. Мне бабушка не нужна с проблемами с её. Вот. А тут всегда сигналишь, ты говоришь. Значит так. Проверка. Все дети вымыты. Все дети в нормальном состоянии. И все пришли на праздник. Улыбаемся. Профессиональная семья говорит, отлично. Все пришли, а бабка начнёт. А я не могу, у меня огород. Вот ответ на весь вопрос. Вот такая система. И сейчас у нас война. У нас сейчас война, когда приёмные семьи не отдают своих детей родителям, которые пытаются восстановиться в родительских правах. А как вот какую-нибудь норму, какую-нибудь закон, чтобы приоритет родственников был? Вот как сделать? Прямо сию секунду в России разрабатывается законодательство. Так называемые 10 сенаторов, которые упорно не хотят принять. Но забегая вперёд, прямо сейчас мы тоже опять-таки сотрудничали с депутатами. И стало общее понимание, что нужно в наше законодательство нести приоритет родной семьи. С чётким прописанием инструкций, как работать с бабушкой в первую очередь и потом. И вы знаете, оказывается, 99% нашей страны и даже депутатов наших были уверены, что так и происходит. То есть, вообще, на самом деле, все чиновники были уверены, что когда беда с ребёнком, то ищет бабушку, дедушку, дедушку и так далее. И они даже понятия не имели, что никто никого не ищет. Что сразу отдают в приёмную семью. Приёмная семья мешает восстановлению ребёнка в родительских правах. Они на него деньги получают. А ты пришла там кривая косая. Это дикая проблема. А сейчас школа приёмных родителей, вот у нас сейчас вот это тоже тема муссируется. И даже было такое, что бабушкам не отдавали, и дети зависали несколько месяцев по полгода. И даже детские дома, которые аннулировались, разрослись вновь, поскольку бабушки не успевали пройти школу приёмных родителей. И вот, по-моему, сейчас в отношении бабушек это отменили. Но всё равно вот эта тема школа приёмных родителей. Школа приёмных родителей, ну, опять-таки, это технология, она, опять-таки, западная. В общем-то, это, знаете как, чем это будет? Ну, опять-таки, российская практика. У меня есть психолог из школы приёмных родителей, которая с очень большим опытом. Очень опытная женщина. Значит, почему она до сих пор психолог? Потому что она талантлива. А во-вторых, потому что она жила, знаете, как школа приёмных родителей в соседний дом. Это информация. И у неё есть график определённый. У неё там проблемы с мамой, там надо быть с мамой. С чём я вам это рассказываю? Школа приёмных родителей. Это, ну, в наших российских, это 15-13 тысяч месяцев. То есть вообще ни о чём нет таких зарплат. У нас в России нет таких зарплат. А у психологов в школе приёмных родителей есть. Это вот такая текучка кадров, которых с каждым разом обучают всё хуже, хуже и хуже. И потом этот обучающий материал, сейчас, вот у нас был скандал, мы летом отбили очередной законопроект, где опять пытались бабушек и дедушек заставить проходить, ну и так далее. Но ужас в другом. В этом законопроекте содержание психологической экспертизы, оценки психологической экспертизы, укладывалось в решение по отобранию ребёнка. Моя вот эта психолог, я почему сказала, что она опытная? Потому что ей удобно дойти до дома, играть, как ей позволяет, в связи с мамой работать. Иначе бы она уволилась и ушла давно из этой ШПР, из-за зарплаты, из-за обстановки. Она говорит, Саша, к нам у нас текучка кадров, у нас задерживаться стали, только очень недалёкие, очень послушные психологи. Они, говорит, не успевают обучиться, они не успевают, они смотрят на нас, они уходят. Так вот, этих людей, эти люди, не обученные, не понимающие, как устроено, хотели вставить в принятие судебных решений. Вот эта курица, которая три месяца психолог, пишет, я считаю, что семья очень плохая. А это очень хорошее. Эта психолог была в ужасе от этого закона. Представьте, сам психолог Шпфер был в шоке от того закона. Она мне отзванивалась и кричала, Саша, остановите этот закон немедленно. Ты даже не представляешь, что вы пожнёте. А я расскажу, что. Она же рассказала, что, говорит, вот у меня, говорит, женщина, ей вот она, вот я прямо сейчас сделала отказ. Я, говорит, я не знаю, что делать. Я, говорит, впервые в жизни провернула очень страшную схему, чтобы приёмной маме не отдать ребёнка. Ей 50 с лишним. А бабе, она ни кола, ни двора. Она с кукушечкой по возрасту. Значит, детей своих нет. Она нашла себе 20-летнего мальчика. У неё недвижимость. У неё появилась 20-летняя любовь. По понятным причинам. У женщины психическое расстройство. Она сегодня бывший капитан КГБ. Завтра она, значит, полковник ГРУ. Послезавтра она работник МВД. Это вот её реальность. Собственно, и для того, чтобы удержать семью с этим маленьким мальчиком, который, очевидно, хочет, чтобы тётя сдохла, и въехать в её трёшку. И это прям видно. Она хочет приёмного ребёночка. Видишь, когда ты с ней разговариваешь, она же выглядит как сумасшедшая. А тесты у неё блестящие. Это как так? А вот так она тестируется. Идеальный портрет. Она лучшая приёмная мать на свете. Она приходит и говорит, а у меня трёхкомнатная квартира, у меня высшее юридическое образование, у меня неплохая зарплата. И это правда. Скажите, пожалуйста, на основании чего отказать ей, значит, по ребёнку? По наличию ребёнка? Ну, просто написать, что она... Что? Кто напишет? Она не шизофреника, у неё нет диагноза. Она в фантазии. У неё пограниченное состояние. И мне она говорит, Саш, скажи, пожалуйста, что мне говорить? Тесты показывать, которые идеальные? Или заключение писать, что она психически нездоровая? А она пойдёт в суд на меня и покажет тесты, и скажет, она ко мне плохо относится. Либо она пойдёт к моей коллеге рядом, сдаст тесты и получит ребёнка. И она говорит, и вот таких много у нас. И если честно, та женщина, вот та психолог, с кем я говорила, она работала в опеке, которая очень неплохая, по-человечески. И вы знаете, и они, вы не поверите, опека с психологом идут на служебный подлог упорно, из очереди выкидывая эту женщину. Незаконно. Партизаны, герои партизаны. А сама опека героя партизаны, потому что эта баба имеет полное право на детей. Приоритетная, стоит в очереди домой. А баба не догадывается, что может встать на учёт в другом регионе, где заплатит и получит ребёнка. Всё. То есть, таких, и более того, существует сообщество родителей, которые говорят, не надо вставать на учёт на своём регионе. И идите в другом регионе. Во-первых, вас там не знают. Во-вторых, там родители не прибежат, за другим ребёнком, он переедет к вам. Два часа беседы. Я надеюсь, вы сильно от меня не устали. Да, Александра, я последнее спрошу. Я знаю закон десяти сенаторов, да? Десяти, кажется. Да. У вас там все время разные. То семи, то десяти. И сенаторов стало больше, а сенаторов стало больше, цифра изменилась. То есть у нас же тоже есть вот этот закон о противодействии семейно-бытовому насилию. И, как ни крути, он может выстрелить в любой момент. К тому же сейчас вот этот законопроект о обеспечении безопасности детей это всё одна и та же ювеналка. И, конечно, нас не пускают в рабочие группы, к обсуждениям не допускают. Но если, допустим, прорвутся честные люди туда к ним, они скажут, критикуя, предлагай. Какие ваши предложения? Вот вы только орать умеете. Вот какие три слона, какие туда можно завести, чтобы обеспечить безопасность? Вот самое основное. Проговорите. Первое – это приоритет родной семьи. Это вот, знаете, это самый главный основной слон, который, в общем-то, ломает им хребет. Мы считаем, что очень важно – это присутствия добросовестности родителей. Второй хребет, вторая основа законопроекта десяти сенаторов. Объясню, что это значит. Это, знаете, разжёвывать надо. Когда вас судят за кражу булочки, пока не докажут, что у вас, вы булочку украли, со свидетелями, с адвокатами, считается, что вы булочку не воровали. Если вы родитель и вам что-то предъявили, вот любое, что вам предъявили, вам, ну, это автоматически так и есть. Понимаете, да? Вот всё. Презумпция виновности. Презумпция виновности. Вот вопрос презумпции виновности. А в принципе, вот это и есть два кита, вокруг которого всё прыгает. Понимаете? Я считаю, что даже не три, а два. Всё.